На Псалом 112 «Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне!» В Писании часто говорится об этой хвале, потому что она немаловажное дело, но составляет некоторую жертву и приношение угодное Богу. «Жертва хвалы, — говорит псалмопевец, — прославит меня, и еще восхвалю имя Бога моего в песне, возвеличив его в хвалении, и угоднее будет Богу, более, нежели телец с рогами и с копытами». И во многих местах священные книги заповедуют хвалу, и спасаемое приносит ее вместо великой благодарности. Но какую, скажешь, трудность она заключает в себе? Для кого даже из людей самых обыкновенных нелегко совершать ее, хвалить Бога? Если рассмотришь внимательно, то увидишь и труд этого дела, и пользу от него. Во-первых, такое песнопение требуется от праведных. Человеку нужно вперед исправить свою жизнь, и тогда возносить песнопение Богу, потому что не красна похвала в устах грешника неприятна. Во-вторых, должно хвалить не только словами, но и делами. И Бог желает особенно такой похвалы, такой славы. Да прославится, — говорит он, — просияет свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Так славят его хирургимы. Потому и пророк, услышав таинственную песню, сокрушений сказал, — Увы мне, ибо я человек с нечистыми устами, живу посреди людей с нечистыми устами. Потому и псалмопевец, заповедая возносить хвалы, начинает с вышних сил и говорит, — Хвалите Господа с небес, хвалите Его, все ангелы Его. Следовательно, нужно быть ангелом, и тогда хвалить Бога. Не будем же считать эту хвалу делом маловажным. Но прежде уст пусть возносит ее жизнь наша, и прежде языка пусть взывает наше поведение. Тогда и молча мы можем хвалить Бога, и взывая будем совершать стройную песню жизнью. Толкование на псалмом со 12. Впрочем, не только этому научает нас псалмом, но и тому, чтобы всем быть в согласии и составлять совокупный хор. Ведь говорится не одному или двум, но целому народу. Как Христос, приводя нас к согласию и любви, заповедил совершать общую молитву, и от всей церкви, как бы от одного лица говорит, — Отче наш, сущий на небесах. И остави нам долги наши, как и мы оставляем, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, употребляя постоянно множественное число, и повелевая каждому, хотя бы он молился один, хотя бы вместе с другими, молиться и за братьев. Так и пророк призывает всех вообще к согласию в молитве, и говорит, — Хвалите имя Господне. Что значит это прибавление имени? Оно особенно выражает расположение говорящего, но указывает и на нечто другое. На что же именно? На то, чтобы имя Его прославлялось через нас, чтобы оно было явно хвалимым и посредством нашей жизни. Оно достохвально по самому существу своему. Но Бог хочет, чтобы и в нашем образе жизни сияла эта похвала. А чтобы тебе убедиться в этом, выслушай следующее. 112.2. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. Что говоришь ты? Разве оно не благословенно, хотя бы ты и не молился? Видишь ли, что он говорит не о том благословении, которое присуще Богу и принадлежит Ему существенно, а о том, которое воздается Ему людьми. Об этом благословении Павел говорит в словах. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Бог высок, велик и славен сам по себе. Но Он становится такими людей, когда служащий Ему являет такую жизнь, что все видящие их благословляет Господа. Христос заповедал нам говорить всегда в молитве, да святится имя Твое, то есть да прославится через нашу жизнь. Как порочную нашей жизни Он хулица, так добродетельную прославляется, благословляется, освящается. Смысл слов Его следующий. Удостой нас всегда вести жизнь добродетельную, чтобы имя Твое было благословлено через нас. От восхода солнца до запада, да будет прославляемое имя Господне. Видишь ли, как Он предначинает новую жизнь и открывает высокое достоинство Христовой Церкви. Хвально не в Палестине, не в Иудее, но по всей Вселенной. А когда это сбылось, как не тогда, когда стала процветать наша Церковь? В древности оно не только не прославлялось в Палестине, но и хулилось обитавшими в ней иудеями. Ибо ради вас, говорит Пророк, имя Мое хулица в народах Исаия 52.5, а ныне оно славится по всей Вселенной. Выражая это, и другой Пророк говорит, «Явится Господь, и истребятся все боги земли. Ему же будут поклоняться каждый с места своего». Сафония 2.11 Пророк Жамалахия 1.10 говорит так, «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, лучше, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Савалов, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить семям имя Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Савалов 3.23. Видишь ли, как Бог отверг и прекратил иудейское служение, и по всей Вселенной предвозвестил и распространил жизнь и служение нашей Церкви. Пророк, сказавший это, жил после возвращения из плена Вавилонского, и в то время проповедовал, дабы иудеи не говорили, что он возвещает о разрушении и плене Вавилонским. Это возвещает ангел. Тогда, когда плен уже кончился, и иудеи возвратились к прежней своей общественной жизни, предсказывая разрушение бывшее приве Спасиане и Тите, после которого не будет перемены бедственных обстоятельств, так как за ними последовали уже дела нашей Церкви. Поэтому пророк и говорит, потому велико будет имя мое в народах, то есть благословенно прославляемо их жизнью, как и здесь говорится, благословенное имя Господне. Высок над всеми народами Господь. Стих 4. Видишь ли опять, что народы принимают служение Ему, и ни один, ни два, или три, но все живущие во Вселенной. Что яснее этого пророчества? Почему же Господь высок над всеми народами? Потому ли, что мы величаем Его, не прибавляя, впрочем, Ему высоты? Нет. Но потому что в учении, богослужении, поклонении и во всем прочем не представляем ничего унизительного для Него, как иудеи, а все гораздо лучше и возвышеннейшее. Такова и самая жизнь в Церкви. Сколько неба выше земли, столько эта жизнь выше древней. Поэтому он и говорит, высок над всеми народами Господь. Величая богослужением, мы знаем и то, что и это с Его стороны есть снисхождение. Потому что хотя наше служение не выше древнего, однако оно ниже и его достоинства. Павел, показывая различия ведения, существующего ныне и имеющего быть в будущей жизни, говорит, когда я был младенцем, по-младенчески мыслил. По-младенчески рассуждал. Когда же стал мужем совершенным, то оставил младенческое. И еще. Отчасти мы разумеем, отчасти пророчествуем. И видим теперь, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. А тогда же познаем лицом к лицу. Этим он выражает, что ведение настоящее настолько отстоит от будущего, насколько младенец от мужа, достигшего совершенного возраста. «Над небесами слава его!» Сказав о хвалении и величании Бога посредством человеческой жизни, и научив именно так величать Бога, так хвалить, так превозносить, пророк побуждает нас еще к большей добродетели, показывая, где особенно совершается такая хвала. Где же? На небесах. Там слава его. Ангел особенно прославляет его. Прославляет не только по собственной природе, но и через послушание людей, которым они служат, ревностно содействуя исполнению желаний и заповеде его. Поэтому и говорит пророк сильной крепостью, творящей слово его. И в Евангелии Христос заповедовал молиться так. «Да будет воля твоя, и на земле, как на небе». То есть, как ангелы светят имя его, чуждаясь всякого порока и ревнуя добродетели, так да сподобимся, и мы светить его. Это выражает пророк и здесь. Над небесами слава его. Итак, не смотри только на тварь, видимой на земле, и на стройность неба, но вознесись умом от чувственного к духовному, к красоте тамошних существ, и к светлости тамошней жизни. И тогда ты узнаешь, каким образом над небесами слава его. Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Как возвышены, по-видимому, эти слова. Но если представишь, о ком они сказаны, то они будут весьма недостаточны. И здесь, как я говорил, не должно останавливаться на словах, но возноситься мыслью. В самом деле, как может обитать на небесах, наполняющий небо и землю, вездесущий, сказавший «Я есть Бог не только вблизи, но и вдали» Иеремия 23, 23 «Измеряющий небо пядью и землю горстью, содержащий круг земли». Но так как пророк говорил иудеям, то он употребляет такие выражения «мало по малу возвышая их душу, окрыляя и постепенно возбуждая их ум». Потому он и не сказал просто «живущие на высоте и на смиренных презирающие», но сказал прежде «Кто, как Господь Бог наш, Который обитая на высоте, преклоняется, а потом превосокупляет, презирает на смиренных, из праха поднимает бедного избрения, возвышает нищего». Сказал первое, чтобы показать, для чего он говорит последнее, именно по причине немощи иудеев, склонных к идолослужению и поклонявшихся богам, заключенным в определенных местах и храмах. Потому он и делает некоторое сравнение между ними. Хотя Бог несравненно превосходит всех, приспособляя речь свою к немощи слушателей. Как я прежде сказал, и не перестану часто говорить, он заботился не о том, как бы сказать что-нибудь достойное славы Божией, но как бы сказанное было понятно для слушателей. Потому он мало-помалу и возвышает их, впрочем, не останавливается на низших понятиях, но открывает опять другие, высшие, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Выражает, что Бог везде и там и здесь. Он низо ли смотрит на землю, как бы заключенный в небесах, но как везде сущий и всему соприсущий. 325. Видишь ли, как он мало-помалу окрыляет ум слушателей. Таким образом, возвышив слушателя от земли и устремив к небу, расположив ее опять размышлять о предметах высших, далее он переходит к другому доказательству силы Божией и говорит, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего. И ничтожный возвышает дело силы великой и неизреченной. В других местах говорится напротив, что Бог смиряет высокое. Например, Он укрепляет опустошителя против сильного и опустошает входящих в крепость. Здесь сказано, что Он может возвышать и малых. Таков общий смысл речи. Если же кто захочет понимать его в переносном смысле, тот увидит, что это исполнилось на язык хиках, увидит, что и на нас, людях, живущих по пришествии Христовым, Амос 5.9, что беднее нашей природы. Однако Христос возвысил ее, вознес вместе с начатком нашим на небо и посадил на престоле Отчим, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его. Здесь седалищем, куда садит. Он называет здесь тленность и происходящую от того часто изменчивость, внушая, что для Бога все легко и удобно. Далее, переходит к другому важнейшему предмету. Какому? К тому, что Бог может не только изменять обстоятельства и недостатки и заменять совершенством, но переменять законы самой природы, неплодную делать матерью. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Это исполнилось над Анной, исполнилось и над многими другими. Видишь ли, как совершенно, как полное это песнопение. Пророк сказал, как совершится исправление Вселенной, как прекратится иудейство, как воссияет новая жизнь церкви, как везде будет приноситься жертва. Потом желая сделать слова свои достоверными и для людей грубых, подтвердил речь свою о будущем тем, что уже было. Смысл слов его следующий. Не сомневайся, человек, что будет такая перемена, что Бог введет и отвергнутые народы в величайшую славу. Не видишь ли, как это ежедневно исполняется, как смиренные возвышаются и садятся с князьями. Не видишь ли, как поврежденная природа исправляется, бесплодные делаются матерями. Нечто подобное произошло и с церковью. Она была неплодной, но стала матерью многих детей. Поэтому и говорит Исаия, вознеслись неплодны, нерождающие, возгласи и воскликни, не мучившись родами, ибо у оставленной более чад, нежели у имеющей мужа, предвозвещая то, что имело произойти с церковью. Таким образом, здесь пророк и окончил речь, доказав достоверность пророчества и событиями, уже совершившимися, и величием Божиим. Все, что угодно Богу, легко совершается. Он может и природу изменить, и смиренных возвысить, и нравы исправить. Итак, зная все это, будем исполнять должное с нашей стороны. И мы удостоимся всякой славы, взойдем на неизреченную высоту, получая помощь от Бога, Которому слава и держава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.